Гранируем сегодня будет паста, сам шпинат погруженным блендером, либо в термомиксе, отлично можно подкрасить и наше макаронное изделие. Купить черемшу, купить чеснок, чеснока, лука. Просто взять, порезать и съесть в сыром виде. Сегодня нам удалось достать нерку и будем ее готовить очень простыми техниками, будем ее коптить. Коптить будем с помощью вакуумного аппарата с макигана. Дома можно покоптить с помощью металлической пароварки и луковой шелухи, еще с помощью хлеба. Короче, ну разберем наш случай, здесь очень просто, ты берешь пакет, немного его запаиваешь, затем с помощью с макигана запускаешь дым и оставляешь это все для копчения. В таком состоянии рыба висела и коптилась минут 30-40. Гранируем сегодня будет паста, хотим сделать ее зеленую, будем красить шпинатом. Для этого есть одна техника, это добыть из самого растения максимально зеленый цвет и это сделать очень просто. Нужно пробить с водой сам шпинат погруженным блендером либо в термомиксе. Затем мы это все сцедим. Жидкость, которая получится у нас, мы ее будем подогревать. Подогреваем на 75-80 градусов, главное не перегреть. Когда оно подошло до этой температуры, это все нужно сцедить через супербэк либо через кофе-фильтр и там образуется сам хлорофилл. Там по-моему с 300 шпината получается грамм 40 где-то хлорофилла. Вот этим очень отлично можно подкрасить наше макаронное изделие. Мы добыли хлорофилл, теперь мы готовы делать пасту. Пасту мы будем делать с помощью нашего блендера, в который мы погрузим все компоненты. Это два вида муки, желтки, одно яйцо, липкое масло и сам хлорофилл. Вот это все мы блендерим, превращаем в крошку, затем мы немного вымешиваем и эвакуумируем. Вот и даем ему отдохнуть минут 30 и наше тесто готово. Таким образом мы делаем у себя на кухне. Как это сделать дома? Ты можешь взять свой кухонный комбайн и провести точно такую же махинацию. То есть смешать все в кухонном комбайне, его мешать немного руками, замотать пленку и положить в холодильник. Оно синхронизируется и получится у тебя хорошее тесто. Рецептуру напишем в описании. Прошло минут 30 и мы готовы формировать пасту. Ты можешь свою поформировать как тебе угодно. Можешь раскатать ее в тонкий лист, нарезать там, не знаю, кубиком, ромбиком, как угодно. Мы будем просто отрывать маленькие кусочки и формировать шарики в виде гороха. Для этого блюда не хватало насыщенности и решили взять наши заготовки. Это весенний папоротник, летний чеснок и осенний помидор. Это мы все нарезали и сделали сальсу. Скорее всего у тебя таких ингредиентов нету, но ты можешь не расстраиваться, пойти на рынок к бабушкам, где продается консервация, купить черемшу, купить чеснок, купить зеленый томат. Все в доступе. И с этого можно сделать подобную вещь. Варим пасту. Паста у меня готовилась 2-3 минуты, наверное, максимум. Готовим рыбу. Рыбу я жарю с добавлением лимона, трав, чеснока, лука, все что угодно. Готовлю на растительном масле и сливочном. В готовую пасту я добавил топленое масло, бобы, водоросли и перемешал. Собираем блюдо. Я просто в тарелку это все там собрал и добавил просто немного соуса там-ям. О соусе там-ям я скажу тебе через несколько видосов и покажу тебе даже, как его приготовить. Когда мы это все сняли пару часов, думал об этом блюде и понял, что я неправильно приготовил рыбу, допустил нормальных ошибок. И я четко понимаю, что эту рыбу лучше не жарить, а остановиться на стадии маринования, либо еще лучше в сыром виде ее кушать. Я так подумал, потому что я его пожарил и на нее смотрел, и она была, как по мне, суховата. Это немного не та рыба, которую нужно жарить. Тут бы лучше подошел, наверное, лосось, потому что он более жирный. Эта рыба все-таки больше для засола. Вот она более сухая и этого достаточно для бы ее просто взять, порезать и съесть в сыром виде. Что касается последнего элемента, который я добавил в блюдо, наверное у тебя появится такой вопрос. Это просто масло из водорослей для полного погружения в историю моря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова